Широкий резонанс вызвал изверское нападение на подростку осенью 2021 года. Напомним, 24 сентября на улице Лихачева около 15 часов 20 минут 16-летняя, учащаяся одного из саранских колледжей, возвращалась домой. Проходя мимо общежития, которое расположено в 20-м доме, к ней со спины подошел незнакомец. Не подавая голоса, он достал молоток, которым несколько раз ударил студентке по голове. Выхватив сумку и дорогой смартфон у потерпевшей, разбойник скрылся в сторону детской поликлиники. Причинив тем самым ущерб в размере 38 тысяч рублей. Причиненные потерпевшие телесные повреждения квалифицированы как повлекшие легкий вред здоровью. Несовершеннолетние прохожие, случайно оказавшиеся свидетелями, успели сделать видео с разбойником. Пострадавшие девушки, которая была вся в крови, парни вызвали скорую помощь и полицию. Потерпевшие очевидцы преступления как смогли описали нападавшего. На основе их слов был составлен фоторобот. Неизвестный спрятал свое лицо под капюшон и медицинскую маску. При просмотре записей с камер видеонаблюдения полицейские определили предполагаемый маршрут передвижения злоумышленника. Благодаря тщательному осмотру места преступления сотрудниками экспертно-криминалистического центра Республиканского МВД были получены следы, которые в последующем позволили установить личность злоумышленника. Им оказался Михаил Долгов, 30-летний безработный, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Задержали разбойника дома в одной из квартир многоэтажек на Химаше. Ударил девушку молотком со спины по голове два-три раны. Что забрали у девушки? Сумку, телефон, 300 рублей. С одеянным раскрывать? С одеянным раскрывать. Нападение на горожанку – следствие действия игромана Долгова. Несколькими днями ранее, как установили сыщики, мужчина похитил 775 тысяч рублей с банковского счета своей знакомой. Обманным путем им были похищены денежные средства кредитной организации. Узнав данные мобильного приложения интернет-банка своей знакомой, он от ее имени оформил кредит, после чего денежные средства перевел себе. Муж потерпевший, узнав об этом, потребовал Долгова вернуть долг, но мужчина уже потратил деньги. Возвращать было нечего, и тогда Долгова пришла гениальная идея – похитить деньги у кого-нибудь. Так мужчина и напал на несовершеннолетнюю. Учитывая возраст, потерпевший расследованием уголовного дела занимался следком Мордовии. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил. Анастасия Семышева, программа правительства.